Добрый день! На этой неделе мы читаем главу Ваера. И в нашей главе Тора нам подробно описывает 7 из 10 египетских казней. Для чего Всевышний поразил Египет 10 казнями, которые вдобавок сопровождались знамениями, чудесами? Ведь для того, чтобы сломить упрямство фараона, было достаточно одного удара. Ответом на этот известный вопрос может послужить наш стих в Торе. Ведь если бы я простер сейчас руку мою, то поразил бы мором тебя и твой народ, и ты бы был истреблен с земли. Но я оставил тебя для того, чтобы показать тебе мою силу и чтобы возвысить мое имя по всей земле. То есть 10 казней были предназначены для того, чтобы дать фараону понять, кто такой Бог. То есть в проявлении его самого высокого имени. И показать ему всю свою силу. За один раз это сделать невозможно. И этому можно научиться только постепенно. Более того, это был урок для евреев, опустившийся на тот момент до 49 ступени нечистоты. И этот урок для нас, евреев 21 века. Ведь, как мы уже говорили, фараон – это олицетворение злого начала в нас. Именно злое начало подталкивает нас к неверию, к отрицанию Бога или, скорее, к ложной оценке путей управления Богом этим миром. Ну, например, известная точка зрения некоторых из нас, что большого всемогущего Бога, создавшего небо и землю, не может интересовать, ем ли я креветки, или ношу ли я в шаббат ключи, или зажигаю я свет в праздники. Именно чтобы убедительно противостоять ложным убеждениям фараона, а то есть злого начала, в евреях, в каждом из нас. И были даны 10 ударов. И рассказ о них в Торе – огромный урок для нас сегодня. Наши мудрецы делят 10 ударов на три группы. И каждая из групп казней ведет к все большему постижению Творца. Перед первой казнью каждой группе Машарбейну предупреждал фараона особым образом. Давайте посмотрим, о чем это. В первый раз перед группой кровь, лягушки и вши, перед казней кровью, сказано. «Так сказал Бог. Из этого ты узнаешь, что я Бог». И тут Бог – это четырехбуквенное, непроизносимое основное имя Всевышнего. «Юткей вавкей». И мы меняем «гей» на «кей». Главное – всеобъебливающее имя Бога – Всевышний. И первая истина, которую должен был осознать фараон, что есть такой Бог. И это ответ на сказанное фараоном в нашей же главе «Кто Бог, чтобы послушался я его голоса и отпустил Израиль? Не знаю я Бога». И имя «Юткей вавкей» в первую очередь говорит о существовании Бога. Ничто из того, что существует в этом мире, не вечно. Предложительность жизни всех созданий ограничена. И только Творец, как следует из Его имени, был, есть и будет. Гая, Гове, Игье. И проявление именно этого имени говорит о том, что Он был до всего сущего, и Он Творец всего. Он Ток, кто продолжает творить все, каждое мгновение сейчас. И Он Тот, кто сдержит свое обещание в будущем и вознаградит большой наградой тех, кто выполняет Его волю и покарает тех, кто живет, как сам себе хочет. Фараон, сказавший о себе, как говорит пророк Ихескель, «Мне принадлежит Нил, и я сам его возвеличил», фараон, служивший божеством для своего народа, должен ощутить на себе существование Всевышнего. И действительно, после казней в Шаме фараоновские колдуны заявляют фараону «Это перст всесильного». Но скрепило сердце фараона, и он их не послушал, как и говорил Бог. Сейчас мало кто из наших современников утверждает, что Бога нет. Только различается представление о Боге и принципах Его ажгахи, надзора за происходящим. Поэтому перед второй группой казней, нашествию диких зверей, мор и язвы, в предупреждении о нашествии диких зверей сказано, «Чтобы ты знал, что я Бог среди земли». Собственно, вера в существование Бога, к сожалению, вовсе не обязательно влияет на поступки человека и может оставаться для него лишь частью мировоззрения. К ней следует добавить еще и веру в то, что существует связь между Всевышним и человеком на земле, и связь, определяющая поведение человека. И только осознание этого способно вести человека прямым путем. Как говорит Мишна Перке, «А вот, знай, что над тобой глаз всевидящий, ухо слышащее, и все дела в книгу записываются». Есть люди, которые верят в существование Бога, но при этом не желают обременять свою совесть и склонны считать, что царь царей не заморачивается, чтобы знать обо всем происходящем на земле во всех деталях. Это как раз та известная точка зрения, которую мы все слышали много раз и о которой я уже сказал в начале, что Бога совершенно не интересует, ем ли я креветки, ну или там свинину, да, или ношу ли я в шаббат какую-то мелочь ключи, носовой платок или кипу в кармане, или зажигаю свет в празднике. Но мы не просто верим, мы знаем, что Всевышний управляет всем на земле, и все подтверждено Аш-Гахе Клалит, общему проведению. А над евреями существует Аш-Гаха Пратит, частный надзор Всевышнего. И об этом сказал Маше Фараону перед первой казнью из второй тройки, «Чтобы знал ты, что я Бог среди земли». И нашествие диких животных, мор домашних животных, язвы на теле египтян должны были убедить фараона, а затем и нас, что Бог, да, заморачивается тем, что происходит с каждым из нас, и убедить нас в наличии Аш-Гахи Пратит, частного проведения. Теперь Маше оставалось научить фараона еще одной истине. Перед первой казнью из третьей группы, град, сорончать, май, казнь первенцев, Маше произнес, «Чтобы узнал ты, что нет подобного мне на всей земле». Он единственный, у кого нет ограничений его силам. Он не только создал свет и тьму в начале творения, он их создает каждый день заново. И в его силах управлять этими явлениями, наводя их в отдельных местах, и что самое уникальное, для отдельных людей. Мы помним, для евреев, находящихся в комнате в квартире египтян, был свет. Только Бог, Он Всевышний, и только Он знает, кто первенец, а кто нет. Он Всевышний, и для Него нет невозможного. Это третий урок фараону, и это третье, чему Тора хочет научить нас. И всего это три великих урока десяти казней. Трем истинным должен был научиться фараон, но в первую очередь евреи в Египте, а вслед за ними и мы, евреи 21 века. Из этого ты узнаешь, что я Бог, то есть я есть, я существую, Бог, как всеобъемлющее понятие, Юткей Вавкей, Всевышний, который был, есть и будет. Ибо Бог, я Бог среди земли, то есть есть частное божественное проведение. Ашгаха протит надзор над каждым человеком в отдельности, во всех его деталях поведения. Нет подобного мне на всей земле, то есть Творец Всемогущий и Единственный, Он, кто волею своей изменяет естественный ход событий, потому что этот естественный для нас ход событий, Он творит на самом деле каждый день и каждое мгновение. И нам нужно постараться учиться на уроках Торы и на уроках десяти египетских ударах лучше, чем на своих ударах судьбы. Я всем нам этого искренне желаю. Хорошего вечера. Брахавы от Слаха. И остаемся и дальше в поисках смысла.